Владимир Банчиков Владимир Банчиков Владимир Банчиков Владимир Банчиков Все, что угодно. Для меня история школы началась с 1975 года, когда я пришла после нашей любимой дорогой восьмилетки четвертой учиться в девятый класс туда. Закончив школу, осталось работать. И вот тогда, конечно, я много чего узнала о школе. О том, что школа начала свое существование с 1917 года, она ровесница революции, о том, как переживала вместе со всей страной Великую Отечественную войну, о том, какие славные были выпуски в школе учителя в 60-е и 70-е годы. Ну и, наверное, много что можно рассказать. Продолжайте, продолжайте. Конечно, хочется, наверное, сказать о том, какие учителя учили меня прежде всего, я вот хотела бы сказать. Пожалуйста. Замечательные учителя в нашей школе были. Многих сейчас уже, конечно, нет в живых, но светлая память о них остается. Классным руководителем была у нас учитель физики Раиса Максимовна Хантаева. Замечательный человек, классный преподаватель, как говорят сейчас. Учитель французского языка Надежда Николаевна Черниговская. Она жива, к счастью к нашему, мы общаемся. Слава Яковлевна Синицына, учитель химии. Добрая женщина, ко всем относилась очень по-доброму, жалела, любила. Дархеева Мария Васильевна, это русский язык и литература. Ну и, конечно, всеми нами любимый Соломон Яковлевич Ленкевич. Легенда нашей школы, конечно. Это легенда, да. Безусловно, да. Может быть, еще я и буду упоминать из учителей, но многие. Конечно, директор школы Виталий Иванович, директор школы Петр Анатольевич Нынче Покойный много дали нам всем. И завучи школы, конечно, Агнесса Яковлевна Попкова, организатор, учитель физики, организатор. Собственно, она и написала историю школы нашей, собирала по крупицам в архивах, в воспоминаниях учителей, выпускников. Ну и Клара Ивановна Соляникова, я тоже не могу о ней ничего не сказать, потому что я у нее училась работать прежде всего. Педантичный, точный человек, математик. Всему научила, как урок вести, как разобрать его, как с ребятами общаться. Ее любили все и любят. Она была у нас недавно на открытии школы. В общем, замечательные педагоги. Я благодарна им всем за то, что я стала учителем в этой школе, за то, что я закончила эту школу. Ну и за то, что, наверное, всему-всему они меня научили. Максим, теперь тебе давай дадим слово, что ты знаешь об истории своей школы. Я знаю, что и родители твои тоже закончили вторую школу. У вас так по наследству приходит любовь к родной школе. Как уже сказала Ольга Викторовна, школа была в 1917 году основана. И вот если мне память не изменяет, то в 1924 году она была в женскую гимназию переименована. И там, получается, обучались только одни девочки. В дальнейшем, ну я знаю то, что находилась она тогда в другом месте. У ней было старое здание, деревянное здание, одноэтажное. Да, на улице Приютской. Да, на улице Приютской. Потом ей выделили новое здание. Но это уже были предвоенные годы. И когда, получается, началась война Великая Отечественная, то это здание забрали под Эвакогоспиталь, который там находился до 1947 года. Ученики же были вынуждены учиться в старом здании. Но наша школа сотрудничала с госпиталем, помогала. Очень много благодарностей было администрации госпиталя, отправлено нашим ученикам. Свыше 365 сандружин мы подготовили. И свыше тысячи учеников, готовых оказать медицинскую помощь какую-то первую. Так что в годы Великой Отечественной войны и учителя многие воевали на фронте. Директор школы, который ушел на фронт и там погиб. Так что так. 942 в Эвакогоспиталь был. Там привозили раненых с поврежденными конечностями. Это очень сложно, конечно, когда без руки, без ноги были. И, конечно же, вот так идешь иногда по этажам школы и думаешь, ой, войну здесь была операционная. Это химии кабинет был. А сейчас уже, когда школа новая, там уже начальная школа сидит. Ну, как-то вот так все. Идешь вспоминать. Прабабушка работала. Да, я хотела сказать, у тебя же прабабушка в госпитале работала. Прабабушка даже. Да, вот все связано с этой школой. Все крутится. Вы знаете, вот в каждой школе, да, там на самом таком видном, почетном месте висят списки выпускников, наиболее такие вот отличившихся, да, где-то в нашей стране, в Советском Союзе. Вот кто, на ваш взгляд, тут, не на ваш взгляд, а кто вообще висит на этой доске почета, так скажем, школы? Так, ну, прежде всего, это те герои Советского Союза, которые воевали на войне. Выпускники. Наверное, ни одна школа не может похвастаться тем, что четыре героя Советского Союза выпустила вторая школа. Это Москалев Георгий, он вернулся с фронта, художником был у нас. Это Борис Ущев, Игорь Иванов, они моряки, они остались в Петербурге, ну, тогда в Ленинграде еще остались. И Прокопий Сенчихин, он погиб на фронте. А эти трое вернулись, потом, значит, моряки остались, я как уже сказала, в Ленинграде, а Москалев приехал сюда. И вот он уже, было 80 лет в школе, и он приходил в 80-летие, был почетным нашим гостем. Ну и, конечно же, это Сергей Орлов, Сергей, по-моему, да, он учился чуть младше меня, он отличился в Афганистане, награжден орденом. Это, конечно, те, которые прославляют школу, ну, где-то работая, например, Таня Быкова, министр социального защиты, Валера Кожевников, министр бывший, да, сейчас уже здравоохранение. Кузница кадров, министерская вторая школа. Юлия Богомолова, заместитель министра сельского хозяйства. Много, конечно, можно сказать. Вот у Людмилы Сергеевны много ребят тоже где-то вот в других городах. Прославляют. Прославляют, да. Кто в Германии, кто где-то там в Израиле, ну, в общем, кругом, кругом, куда ни посмотришь. А отовсюду шлют поздравления, письма. Ну, вот Данил Барский, например, тоже в Америке сейчас. Сережа Калиберов в Америке. Химики, микробиологи. Вот так по приглашению работают. Лучшие умы России. Да, ну, да, мы считаем так, конечно. Ничего такого страшного в этом нет. А вот в школе пришлось пережить достаточно сложные времена. Вот, Максим, ты на себе все это испытал, да, когда ты учишься не в родных стенах родной школы, а где-то за ее пределами. Как вы это пережили? Тем более вы уже были взрослыми достаточно ребятами, подростками. Это же такой достаточно сложный момент, мне кажется, в жизни каждого ученика. Вот как пережили? Ну, вообще, за это, конечно, хочется поблагодарить администрации тех учреждений, которые нас приютили, так сказать. И условия были, в принципе, хорошие достаточно. То есть, ну, далеко, конечно, от того, что мы, например, сейчас имеем, когда есть свое здание, или от того, что было раньше. Потому что ученики учились в трех разных школах, все в разные смены учились. И просто не виделись друг другом. То есть, даже не знали вообще друг друга в лицо. Также нам, получается, для того, чтобы провести мероприятие какое-либо, тоже было очень проблематично. Потому что нет ни зала своего, даже репетировать было негде. Потому что учились прямо впритык, кабинетов было мало. Ну, и ученикам, учителям, конечно, тяжело было. Потому что приходилось бегать, у всех нагрузки большие. Из одной школы в другую. Да, конечно. За переменки. Да, по трем школам бегали. Попробую. Ну, пережили. Пережили. Характер, наверное, укрепился. Конечно. Сейчас невероятно прямо чувствуется вот такой подъем именно на сплочение. Единение. Да, единение. Прямо очень чувствуется. Прямо приятные ощущения такие. Даже вот мероприятия мы, какой день учителя проводили, прямо видно, как все вместе, друг с другом работают, сплочаются. Да, это точно. Нет худа без добрать называется. В нашей стране это называется так. А вот давайте вот взгляды на новую школу, новое здание, ну, условно новое, скажем, да, вот со стороны учителя, со стороны ученика. Давайте с вас начнем, Ольга Викторовна. Вот как вам? Вот вы заехали, ну, после, скажем, ремонта такого сильно капитального. Да. Мы говорим иногда. Наша новая старая школа. Вот, вот я про это говорю. Да. Ну, все современно, все красиво, элегантно даже, можно сказать. Но лично я пока привыкаю. Потому что пока все это еще не мое. Я уходила из нашей старой, старенькой, не буду говорить старой, старенькой, доброй школы, школы, где все было вот там мое. А сейчас как-то еще пока даже блудить приходится по школе, не туда свернешь. Ну, не знаю, все, наверное, наладится, все будет хорошо. Но школа современная, это, значит, все новое. Новые компьютеры, интерактивные доски в каждом кабинете, мобильные классы. Ну, все хорошо. Ясно, Максим, твои впечатления. И вот после въезда. Все непривычно. Но только приходится все это осваивать, потому что ничего не было, а тут вдруг сразу все навалилось. Радостно и страшно. Ну, вот я как говорю, первые дни, когда мы пришли, там было прям все открыто, мы все посмотрели. Там все новое. То есть в каждом кабинете, как сказали, компьютеры, интерактивные доски. То есть есть элементарно глобусы в кабинете географии. И все это достаточно качественное, достаточно большое. Ну, конечно, есть небольшие изъяны, но без них... Мы не будем они. Нет, нет, в преддверии юбилея не будем безъяны. Да, но вот как сказала Ольга Викторовна, вот действительно мы смотрели вот вчера фрагмент видеофильма, когда 80 лет в школе было, и там показаны вот кадры старой нашей школы. И вот действительно там дух вот был такой прямо школы, в которой учились. А вот тут все новенькое такое. Но я думаю, что через несколько поколений упорного труда мы дух обратный вернем. Нет, поколений это много. Ну, нет, это много, много. Это много, это поколений выпусков, я имею в виду. Гораздо быстрее вернемся до школы. Нет, конечно, мы ее обживем. Еще годик, и мы ее обживем, и будет все так, как нам хочется. Так, у кабинета, конечно, у каждого учителя есть. Какие вот мероприятия, связанные со столетним юбилеем, планируются провести? Так, ну, во-первых, в школе проходят во всех классах классные часы, по нескольку серий классных часов, посвященных школе нашей, истории школы. Начиная с первого класса и по одиннадцатой. На переменах, в школе же теперь радиоузел, все в виде слышим. На переменах радиопередачи, посвященные тоже школе. Сейчас будут организованы выставки планшетов, альбомов. Ученики бывшие отправляют свои воспоминания, прямо альбомы, журналы отправляют. Бывшие вот дневники классные, там, седьмой, шестой класс, так забавно сейчас все это видеть, читать, выставка будет. Потом, значит, у нас в субботу одиннадцатого числа мы всех ждем с одиннадцати до половины третьего в школе. Милости просим всех, выпускников бывших, учителей, родителей, всех, кто связан с нашей любимой и дорогой второй школой, прийти и повстречаться, пообщаться. В школе будут оформлены кабинеты у нас специально, и люди, пришедшие пообщаться с своими бывшими одноклассниками, учителями, придут и будут общаться именно в том кабинете. Ну, допустим, выпуск, выпуски 75-79 года, где мы будем стараться оформить этот кабинет в стиле того времени. Затем в три часа мы приглашаем всех в оперный театр. Там будет театрализованное представление, посвященное школе, листая страницы школьного альбома. Ну, вот как-то так. Наверняка, Максим, вот ученики школы, в особенности вы, как выпускники, готовите какие-то сюрпризы. Ты можешь тайно не раскрывать, просто сказать, что да, мы готовим массу сюрпризов для тех людей, которые придут на празднование юбилея школы. Готовите. Без раскрытия секретов. Раскрывать не буду, готовим, будет что-то интересное. Так что всем стоит прийти и посмотреть. Сколько будет человек задействовано? Вообще вся, все ученики... Кстати, сколько сейчас учеников в школе? Ой, так, я боюсь солгать, наверное, 800, что ли. Ой. Я даже не... Где-то там, 700. Около 800, да, по-моему, я точно и не знаю. Но я знаю, что чего-то много стало сразу. Например, в нашей школе никогда не было, чтобы была параллель 5 первых классов. И вот так вот сейчас получилось. Много, да, около 800, по-моему. И все будут задействованы? Кто руководит со стороны школьного ученического комитета? У вас наверняка какой-то есть орган такой управленческий, да? И ты наверняка там не последний человек? Нет, конечно. Скорее всего, президент, нет? Бывший президент. А, бывший президент. Одиннадцатиклассники, да, вице. А, одиннадцатиклассников потом выбирают президента. Да, но им надо готовиться. Изначально десятиклассников, понятно. Иг, это, иг. Выборы проходят, они выбирают. Понятно, конечно, все демократической основе, все честно. Да. То есть вы задействуете... Будем стараться, чтобы как можно больше человек было задействовано. А сколько планируете гостей, вот, полный оперный театр? Думаем, да. Как полный оперный театр будет? Потому что спрашивают, приходят выпускники, вот, допустим, меня, шестьдесят первого года. Мы с девочками придем. Еще старшие выпускники. Ну, я думаю, самая такая будет большая масса, это, наверное, семидесятые, восьмидесятые годы. Их очень много еще пока, слава богу. Мы думаем, что весь театр будет занят. Но, во всяком случае, на восемьдесят лет, как говорится, было полно, полна коробочка. Яблок у них не было упасти. Мы думаем, что нынче так же будет. На театрализованном представлении будет много, в театрализованном занято ребят. Учителя все подключены, родители, все, кто неравнодушные. Родители не имеют права быть равнодушными. Ну, бывает, конечно. Тем более к такому празднику. Да, да. Ну, в общем, все включились в работу. И как давно идет подготовка, я знаю, что вы еще и... Весной начали. ...к этому юбилею приготовили книгу. Да. Книга сейчас пока в типографии, и вот она будет уже сейчас выпущена. Ее можно будет приобрести в день торжества. Да. Книгу составила Елена Дмитриевна, автор-составитель, Вахрушева, учитель русского языка и литературы. Она на ней очень долго трудилась. Ученики также присылали свои воспоминания. Она собрала большое количество фотографий. Я думаю, она будет очень интересной книжкой. Замечательно. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Но я по традиции программы предоставляю вам слово, Ольга Викторовна. Пожалуйста, в эту камеру обращайтесь к... Да, я обращаюсь ко всем, кто связан с нашей второй любимой школой. Поздравляю всех с юбилеем, со столетним великим юбилеем. И приглашаю всех прийти 11 ноября в нашу школу. Мы всем будем рады. Да, Максим? Максим, пожалуйста. Поздравляю, конечно же, всех с юбилеем, всех учеников, всех учителей, тех, кто выпустился, тех, кто работал в школе. И, конечно, да, как уже сказали, мы ждем всех на юбилей. Будет интересно. Приходите. Спасибо большое. Я уверен, что юбилей пройдет на ура. Что будет полно, и школа будет полна, и родителями, и выпускниками, и бывшими, и будущими, возможно, даже и театр, конечно, будет полон. С удовольствием поучаствую в вашем юбилее. Мы, по крайней мере, придем посмотреть, порадоваться за моих друзей, которые закончили эту школу. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостями программы «Открытый эфир» была учитель начальных классов школы номер 2 Ольга Викторовна Гореева. И 11-классник этой же легендарной, еще раз напомню, школы, которая в этом году, 11 ноября, отмечает свой 100-летний юбилей. Максим Яковлев, я, Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»